Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Лучший на данный момент шахматист Китайской Народной Республики Дин Ли Жень не проигрывал уже очень давно. При этом он участвует в лучших супертурнирах современности, что неизбежно привело к преодолению им рейтинговой отметки в 2.800. Видимо, эта ситуация не очень нравится нынешнему чемпиону мира Магнусу Карлсону. И он в партии шестого тура Кубного Чемпионата Европы в очной дуэли с Дин Ли Жень решил исправить это положение и обязательно белыми нанести поражение этому упорному китайцу. Что из этого получилось, мы с вами сейчас и увидим. Итак, Карлсон в этой партии играл белыми фигурами, сыграл Е4, далее Е5. Конь Ф3, конь С6 и в этой позиции Магнус развивает коня на С3. Китаец отвечает симметрично, на доске у нас очень старое начало, дебют четырех коней. В этой позиции основными продолжениями являются ход слон Б5, ну а также Д2-Д4. Так и сыграл Магнус Карлсон, переводя поединок в один из вариантов шотландской партии. Черные забрали ЕД, белые комбью Д4 и слон Б4. Связка коня заставляет белых думать о защите пешки Е4, поэтому сначала размен на поле С6, ну и далее слон Д3. Черные бьют по центру ходом Д5, ЕД и здесь рокировка. Конечно, в данной позиции брать на С6 и оставлять своего короля на открытой линии опасно, поэтому белые тоже отвечают рокировкой на королевский фланг. Черные забирают на Д5 пешкой, слон Ж5, С6, Ф3. И создавшаяся позиция была частым гостем супер-турниров столетней давности. Такие шахматисты, как Олехин, Ласкер, Рубинштейн не раз получали данное положение и двигали вперед теорию этого варианта шотландской партии. В наше время считается, что эта позиция для черных вполне безопасна. Основные их идеи в том, что они получили крепкий пешечный центр, Ладья Б8 с контратакой по вертикали Б, по линии Е зачастую происходят размены. Ну и здесь черные играют слон Д6, отходят слоном заранее. Одна из основных идей белых в этой ситуации сыграть А3, Б4, коня перевести в дальнейшем на С5 и заблокировать эти висячие пешки. Ну здесь белые играют А3, это профилактика против возможного слон Ж4 и форточка. Ну а черные атакуют слона. Конечно, размен на пункте Ф6 приведет в итоге к окончанию с преимуществом двух слонов у черных. Сдвоение пешек по линии Ф для них особо не опасно, поэтому Карлсон сохраняет более сложный характер борьбы, играя слон Ф4. Заметим, что в данной позиции размен чернопольных слонов все-таки в пользу белых, потому что угрожает в дальнейшем как раз постановка коня на С5, ему проще будет занять это очень важное поле, поэтому черные пока не меняются. Ладья Б8, игра 1 лежань, Б3 и ладья Б4. Сейчас меняться уже нужно, потому что слон Ф4 оказался под ударом. Слон Д6, ферзь Д6, ладья ФЕ1. И вот только теперь черные демонстрируют формальную новинку, ходом А7, А5. До данной позиции доходили десятки партий на высоком и не очень высоком уровне. Например, турецкий гроссмейстер Суат Аталик здесь играл слон Е6. Ну и дальше ладья АД1, ладья Е8, конь Е2. Видите, белые все-таки пытаются захватить черные поля. Да, здесь произошел размен ферзей. Ну, после хода Ж5, конь Е2 и Ц5, черные получили полноправную игру и в дальнейшем даже победили. Но Дин Лежен играет А5. Далее ладья АД1 и слон Д7. Белые в данной позиции задумали использовать ослабление ферзьевого фланга. Попросту выиграть пешку на А5. И играет здесь Магнус Калсен ФЕ3. Имея ввиду в дальнейшем перевод ферзя на А7. В то же время есть возможности предложения размена ферзей путем ФЕ5 или ФЕ7. Черные в этой позиции, конечно, ходом Д4 совсем не выигрывали коня. Ну, а после хода ФД2 могли даже проиграть ферзя, если бы они забирали на С3. Ну, дальше слон А7 взяли, забрали. Черные, конечно, здесь проиграли. Поэтому ходом Д4 здесь и в дальнейшем черные только ослабляли свою позицию, предоставляя в распоряжении белых очень важное центральное поле Е4. Еще вариант с ходом С5 был вполне возможен. Но, видимо, тогда белые наваливались на пешку Д5. Слон С4 ладья Е8. Размен на Е1 с шахом. Вот Д4 все-таки приходится играть и белые вновь, как и в предыдущем варианте, захватывают контроль над пунктом Д4 и получают немножечко лучшую позицию. Поэтому Диндер Жень пока что не двигает пешку С и играет ладья С8. На ход ФЕ7 китайский шахматист делает заранее заготовленное ладья А4. И оказывается, в данной ситуации брать пешку на А5 попросту нельзя. Конечно, по ощущениям мы понимаем, что слишком мало защитников у белого короля. И на ход ФЕ5 находится конкретно слон бьет А3. Ну и здесь на ЖН ладья бьет А3. Далее, если белые попытаются вернуть своего ферзя в игру, напав на ладью С8 ходом ФЕ6, то следует несложный форсированный вариант. ФЕ6, КФ1, ФЕ1, КЕ2. Ну и здесь точнее всего сыграть ФЕ3 и на КД2 ФЕ4, не давая скрыться белому королю на ферзевом фланге. Ну и здесь нужно играть ладья Е3, потому что обратный путь заказа будет ладья Е8 с дальнейшим матом. Ну а после ладья Е3 ФЕ2 приходится все-таки расставаться с качеством. КОРЦ1 и далее ФЕ3, потому что ладья Е2 ведет к форсированному мату. ФЕ4, ну и дальше мат ладьей с поля H1. Поэтому, конечно, Каусен подкрепил пешку на А3 ходом ладья Е3. Ну а черные сыграли ФЕ7, предлагая размен ФЕ и попутно защищая пешку на А7. Соперники перешли в Эншпель. Далее белые делают попытку захвата пункта С5 ходом КОНЕ А4. Но Дин Лежень, конечно, делает естественный ход С6, С5. Позиция получилась абсолютно равная. И Макдусу Каусену уже настолько надоела эта череда ничьих в его партиях в этом Кубке Европы, что он решил здесь просто сойти с ума ходом Ж4. Конечно, можно понять чемпиона мира, ничья-ничья и снова ничья. Как же проломить череп этому китайцу, как не таким вот ходом, как Ж2-Ж4. Наверное, Дин Лежень в этой ситуации действительно подумал, что Каусен сошел с ума, раз так сильно ослабляет своего короля. Заметим, что вместо хода Ж4 белые вполне могли сыграть КБ6. Правда, после хода С6 позиция оставалась примерно равной. А после хода Ж4 Каусен начинает раскачивать лодку, в которой сам находится с Дин Леженьем. И совершенно непонятно, кто первым упадет в воду. В этой позиции, конечно, у черных довольно широкий выбор. На том и строился расчет чемпиона мира, что китаец запутается в дальнейших осложнениях и, может быть, даже и проиграет. Ну, давайте смотреть, что же здесь нужно делать черным. В этой позиции, прежде всего, заслуживал внимания такой очень интересный ход, как ладья бьет Х3. Оказывается, после ответного взятия и слон бьет Ж4, создается довольно интересная ситуация. Обе ладьи атакованы, при этом нельзя, отойдя одну из них, защитить другую. Поэтому белые пытаются отдать подороже одну из ладей, та, которая стоит более активно. Ладья бьет Х6, слон бьет Д1, ладья Х3 и слон Ж4. На ладья Е3 слон Е6, ну и в результате вот этой операции черные просто получили лишнюю пешку на королевском фланге. Но Дин Лежень сыграл здесь иначе. Д4, это достойная альтернатива рассмотренному взятию пешки Х3. Белые играют ладья Ф3, продолжая защищать пешку. И в данном положении китаец, видимо, выбирает лучшее. Он бьет конем на Ж4. Давайте рассмотрим другие варианты. Если сыграть Х5, пытаясь поддеть эту пешку, то белые, видимо, играют Ж5, конь Е4. Далее взяли, пешка на Ж5 была просто под ударом. Ну и конь Б6, слон Е6. И у черных оставалось солидное преимущество. Еще один вариант. Ладья бьет Х3. Но здесь это взятие, видимо, хуже, чем на предыдущем ходу. Потому что белые забирают, слон бьет Ж4. Все вроде так же, как и в предыдущем варианте. Но после ладья Е1, слон бьет Х3, появляется возможность атаки пешки С5. Ну и дальше конь Д7. Ладья Е8 шаг, конь Ф8. Конь Б6. Все-таки пешка на А5 слаба. И есть возможность ее выиграть ходом ладья А8. Здесь преимущество черных не такое большое. Ну а после хода конь бьет Ж4, Магнус Хауссен здесь решил коня не брать. А пошел ладья Е1. Очень интересный и вроде бы даже форсированный вариант, что редко для Эншпиля, получался после взятия на Ж4. В этой позиции, конечно, уже нельзя брать на Ж4 слоном, ввиду ладья Е1. И тут мы понимаем, что нет взятия на Ф3 с идеей мата на Х1. Потому что белые первыми ставят мат ладья Е8. Форточка А6 оказалась бесполезной, ввиду наличия белопольного белого слона на диагонали Б1-Х7. Поэтому здесь нужно играть Ж5. Ну а белые в дальнейшем отходят просто ладьей. И белые остаются с лишней фигурой и выигранной позицией. Но после хода АЖ, черные, конечно, не берут на Ж4, а играют с С6. Сразу же создавая идею мата на Х1 в случае отхода ладьи. Поэтому белым ладью с Ф3 уводить просто нельзя. Нужно ее защищать ходом слон Е2. Ну и здесь логично ладья Е7. Попытка сбить этого слона. Слон ходить не может, так как защищает ладью. Попытка защиты слона ходом ладья Д2 наталкивается, конечно, на взятие на Е2. Ну и в дальнейшем слон Ф3. И мы с вами понимаем, что черные там просто побеждают. Идея мата на Х1. Все та же и нападение на ладью Е2. Ну а ладья Е8 это всего лишь шаг. Поэтому здесь король Ф1, единственный ход. Черный играет Х5. Дальше на взятие следует шаг на Х1. То есть таким образом мы отвлекаем короля от защиты слона. Далее не меняемся на Д1, а забираем пешку. И снова нужно этого слона защищать. Заметим, что также король был завлечен под связку по диагонали Х1 на Х8. Поэтому нужно играть король Ф1. Шаг, король Ж2. Теперь размениваемся. Ладья Е1. У белых здесь единственный ход, который защищает слона. Это конь Б2. И Ж5. Сидея и Ж4. Король Ж3. Здесь не сразу бьем, а сначала даем шаг ладьей. Белый играет король Х2, нападая на ладью. Следует взятие на Д1. Ну и здесь если забрать конем, то конечно слон Ф3. Поэтому ладья Ф5 еще такой интересный вариант. Шаг, король отошел. Шаг, король зашел на Х2. Снова шаг, король Х3. И здесь точнее всего разменять ладьи ходом слон Д7. Взяли, забрали. Еще и пешку на С2. Черные заберут. Потому что ход конь Д3, конечно, приводит к безнадежному пешечному окончанию. Короче говоря, эта позиция выиграна. Слон против коня. Пешки на белых полях. Черные явно заберут здесь больше. И в итоге позиция абсолютно для белых безнадежна. Ну, не знаю, досчитал их Карлсон до этой позиции или нет. Но, видимо, скорее почувствовал и понял, что нельзя брать вот этого коня на Ж4. И он сыграл ладья Е1. Как-никак, все-таки определенная угроза есть. Если слон покинет свой пост на Д7, то может быть мат ладья Е8, который мы видели в вариантах. Поэтому Дин Лежень просто отходит конем на Ф6. И в итоге вот этого сумасшедшего ухода Ж2, Ж4, белые просто остались без пешки. Спрашивается, зачем чемпион мира так ходил. В принципе, варианты довольно простые. И не нужно быть Магнусом Карлсом, чтобы заранее предусмотреть их последствия. Но, так или иначе, теперь чемпион мира начинает в муках пытаться сделать ничью. И мы с вами, конечно, сейчас и проследим, как же в дальнейшем проходила эта борьба. Конь Б6, белые играют. Слон С6, нападая на ладью. Пешку нужно на Ж3 продолжать контролировать. Поэтому ладья Ж3. И в этой позиции Дин Лежень допускает определенную неточность. Он играет резко Ж5. Хотя, видимо, точнее было двинуть пешку на одно поле вперед. Да, таким образом мы тоже даем отдушину для черного короля. Но в то же время где-то и ограничиваем белопольного слона. Например, на ход КХ2 следует Конь Е4. Так или иначе, Конь очень силен. Поэтому забираем. Ладья бьет Е4. Взяли, взяли. И эта позиция для белых выглядит уже очень подозрительной. Пешки нет. Скорее всего, по линии Д черные вскоре образуют проходную. Поэтому здесь очень-очень тяжело защищаться. Может быть, эта позиция уже и проиграна. Но Дин Лежень сыграл Ж5 вместо Ж6. Белые играют ладья Е5, нападая на пешку С5. Но Дин Лежень отвечает контратакой ладьи Ж3. Здесь Карлсон понимает, что в принципе ладья находится под боем. Но сыграв слон Ф5, вот здесь как раз этот ресурс появляется за счет того, что черные не сыграли Ж7-Ж6, контролируя поле Ф5. Видим, что здесь в случае взятия на Ж3 просто будет ФЖ. И ладья на линии H у черных здесь будет очень-очень ограничена. Фактически ее можно будет потом забрать, сыграв слон Ж4. Поэтому черные отходят ладьей на Ф4. Активизируют свою ладью. Ну а белые взамен играют ладья Ж4. И пешка Аж держится. Слон Ф3 играет черные. Происходит вынужденный размен. Конь Д7. Ну и в этой позиции С4 играют черные. Видите, что нужно было продвинуть пешку, так как она оказалась под ударом двух белых фигур. Конечно, пешечные размены здесь явно к выгоде Магнуса Калсона. Б, С. Ладья бьет С4. Ладья бьет А5. Пешечный материал уменьшается. Ну и увеличиваются шансы на ничью. Но черные прорываются по первой горизонтали. И вот здесь при приближающемся контроле, конечно, очень трудно было на оставшихся минутах решить, куда отступать своим королем. Не будет ли там просто мата королю белых. Король Аж2 сыграли здесь белые. И в этой позиции следует ход ладья Б1. Конечно, сплести матовую сеть можно сейчас ходом Конь Е2. Ну и дальше будет мат на Аш1. Поэтому белым нужно пытаться внести дисгармонию в расположение фигур черных. Ходом Конь Е5, нападая на слона. Ну и здесь ладья Аш1. Играет китайский гроссмейстер. Король Ж3. Слон Д5. Конь надежно защитил слона. И белые понимают, что нужно отдавать поле Ф2 своему королю. Поэтому Ф3. В данной позиции черные могли сделать профилактический ход король Ж7, уходя от шага по восьмой линии. Но черные пошли ладья Е1. Далее следует ход Конь Д3. И ладья Ж1. И здесь перед Магнусом Карлсоном стоял очень трудный выбор. Ему нужно было решить, отойти королем влево или вправо. Причем мы видим, что это был контрольный сороковой ход. И чемпион мира, скорее всего, допускает еще одну ошибку. Ему нужно было пойти король Аш2. На ладья Ж2, король Аш1. Слон бьет Ф3. Все это кажется очень и очень опасно. Но ходом Конь Е1, нападая на слона и на ладью. Белые здесь, видимо, достигали приемлемой ситуации. Как играть черным дальше? Если пойти ладья Ф2 в скрытый шаг, то король Ж1. И фигуры черных зависают. Ладья должна защищать слона, но сама она под боем. А конь помочь ничем не может. Отлично, опять же, стоянка у слона на Ф5. Поэтому черным здесь нужно играть уже Д3. Отдавать время на фигуру. Ладья Ф2. Атакуем коня. Понятно, что если отойти конем, то последует ход Д2. С дальнейшей угрозой Д1 ферзь. Там ладья Ф1 тоже будет. Но слон бьет Д3. Забрали здесь. Слон Ф5. Получается вот такая довольно интересная позиция. И белая здесь вне опасности. Потому что все-таки пешек уже поровну. Ну и слон здесь никак не слабее коня. Но Магнус Харсон сыграл король Ф2. И китаец получил еще один шанс. Ладья Ж2. Король Е1. И в этой позиции Диндлежен играет ладья Е2. Шаг. Король Ф1. Конечно, Магнус согласен на ничью. Но китаец упорно борется. Слон С4. И вот это неприятное очень противостояние. Белые отходят королем на Ж1. В то же время, как взятие на Ф4, конечно, это серьезная ошибка. Ввиду ладья Е5. И белая остается без качества. Потому что это вскрытый шаг. И ладья на А5 теряется. Поэтому король Ж1. Далее ладья Ж2. Король Х1. И в этой позиции китайский шахматист сделал не самый лучший ход. Он разменялся на Д3. Забрал на этом поле коня слоном. Лучше было сыграть ладья БЦ2. Сложный тоже очень вариант. Соперники явно его видели. Но не смогли оценить последствия. Конь бьет Ф4. Ладья С1. Шаг. Мы видим, что было вскрытое нападение на ладью. Поэтому сразу брать коня нельзя. Король Ж2. Взяли. Одноцвет при ладьях. Ладья А8. Король Ж7. Ладья Д8. Попытка выиграть эту очень важную проходную. Но черный король очень быстро, выигрывая темпы, пододвигается на Е5. Посмотрите. Как будто на ракете он здесь по черным полям двигается. И дальше на ход король Е5. А4 ладья А1. Скорее всего, эта позиция для белых уже проиграна. Потому что пешку Д выиграть не удается. Свою пешку просто так удержать, скорее всего, тоже. Заметим, кстати, еще и слаб белый король. По первой линии он, скорее всего, будет отрезан. Но слон Д3. Сыграли черные. Слон бьет Д3. В чисто ладейное окончание черные, конечно, не хотели перейти. А таким образом пытаются просто выиграть пешку А. В данной позиции сразу ее бить, конечно, нельзя. Ввиду того, что ладья подвисает. Поэтому китаец отошел ладьей на Ж3. Конечно, черные здесь не рискуют никак проиграть. Пешка А находится на начальной позиции. И вряд ли пока что является достаточным контршансом игры белых. Но белые играют А4. Очень трудно выиграть у Магнуса Карлсона. Он цепляется за последние шансы. Ну и тут понятно, что если забрать эту пешку, то следует ход слон Е4. Ну и как дальше? Теперь конь на Ф4 лишился опоры. На А3 ладья Ф5. Ну и если конь Е6, то король А2. И так или иначе пешка Аш теряется. И белые восстанавливают материальное равновесие. Это примерно равное. Может даже уже чуть лучше у белых позиция. Поэтому китайский шахматист, конечно, на А4 сыграл ладья А3. Забрал ладье и образовал отдаленную проходную по линии Аш. Но белые ставят свою слона на Ф1. Ограничивая черного коня по максимуму. Китайский игросмейстер играет король Ж7. И, наконец, вперед двинулась белая пешка. А4 играет Карлсон. Далее конь Ж6. Ладья Ц5. И это один из важнейших критических моментов этой партии. Китайский игросмейстер здесь решил разменять пешки. Убоявшись вот этой отдаленной проходной. И пошел Д3. Видимо, здесь нужно было сыграть ладья Ф4. Попытка все-таки съесть пешку на Ф3. Если ее отдать, то есть пойти А5. То черные получают очень хорошую позицию. Забрали. Сон Д3. Ладья Е3. Все ради того, чтобы ладью поставить по линии А. На ход А6. Шах. Король Ф2. Ну и дальше ладья А1. В этой позиции, скорее всего, черные бы выиграли. Потому что у них три связанные проходные на королевском фланге. Как провести пешку А без потерь непонятно. Поэтому, опять же, скорее всего, Калсон здесь сложил бы в итоге оружие. Ну а на ход ладья Ф4 можно было пойти король Ф2. В этом варианте, правда, конь Ж4. Защитились. И вот здесь как раз ход Д3. Можно брать пешкой. Сохраняя пешку пока на Ф3. Можно брать слоном. Ну вот, в случае взятия ЦД. Ладья бьет А4. Тоже позиция очень и очень для белых сложная. Потому что пешка Д. Все-таки по центру она слабее, чем потерянная пешка А. И черные вполне здесь играли на победу без особого риска. Но Д3 сыграл китаец. Далее А5. ДЦ. Ладья бьет С2. Размен еще одной пары пешек. Ладья А4 потарошу сзади поставил. Здесь ладью китайский шахматист. И после хода А6, видимо, допускает последнюю оплошность в этой партии. Ходом конь Е5. Слон Е2. Х5. Он получал довольно неплохие шансы все-таки победить. Но играет сразу Х5. Диндлижень. И Магнус Калсен не упускает таких шансов. Он напал на пешку Ж5 ходом ладья Ц5. Оказывается, что если защитить эту пешку ходом король А6, то последует ладья Ф5. И так или иначе, одна из этих пешек теряется. Ну, понятно. Конь Е5 невозможно. Если пойти конь Х8, такой ход мы, наверное, вообще не будем смотреть. Компьютер подсказывает и слон Д3, и слон Б5 здесь есть. Я у нас с этим конем на А8 черный не выиграю. Но король Ф6. Вот так сыграл Диндлижень. Ну, а Карлсон дал шаг. Король Ж7. Ладья Ц5. Из-за неимением лучшего Диндлижень снова сыграл король Ф6. Штука в том, что на ходе Ф6 последует, конечно, ладья Ц7. В дальнейшем А7, и пешка станет уже очень-очень сильной. Там того и гляди черные могут проиграть. Поэтому Диндлижень решил не искушать судьбу. Сыграл король Ф6. Карлсон дал шаг. И вот в этой позиции соперники заключили ничью. Вот такая партия в исполнении Магнуса Карлсона. Вот что бы то ни стало. Он хотел выиграть этот поединок. И даже сделал самоубийственный ход G2-G4. Но потом еле унес ноги. Стоит все-таки отметить очень цепкую игру в защите чемпиона мира. Мы видим, что когда нужно, Карлсон мобилизует все свои резервы. И победить такого соперника очень и очень трудно. Но эта партия дала довольно интересную информацию для размышления Фабиана Карлоне, сопернику Карлсона в грядущем матче за первенство мира. Что Карлсон, если у него не получается выиграть, может конечно себе создать проблемы и фактически привести угол в свои ворота. Еще очень интересный момент. Если Карлсон и дальше будет вот так делать ничьи с шахматистами, которые уступают ему в рейтинге, то вполне может начать матч вторым по рейтингу в мире после своего соперника Фабиана Карлоне. Во всяком случае, я надеюсь, что данный обзор вам понравился. Не забывайте ставить лайки, пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Все мы находимся в предвкушении грядущего чемпионского матча. Ну и обзоры этих партий вы конечно на канале Шахматы для Всех сможете увидеть. Ну а мне остается с вами попрощаться. Спасибо за внимание. До свидания.